О, 22-22, да, друзья, самое время для прохладной истории. Короче, спасибо, что дождались. У нас сегодня было очередное судебное заседание. Я не буду пересказывать всю историю для того, чтобы сэкономить вам время. Это был суд в рамках второй инстанции. И его заседание инициировала КХЛ, сторона, собственно, которая хочет от нас все еще 10 миллионов рублей за 9 минут трансляции. За то, что пользователь постримил хоккей 9 минут, и мы заблокировали его оперативно. И они написали жалобу в... Каковы же, блин, я уже все слова позабывал. В общем, как еще раз апелляционный, я хотел сказать, конституционный. Апелляционный суд, московский какой-то там, первый апелляционный московский суд рассматривал это дело. Теперь рассматривается не в рамках Мосгурсуда, а то вначале Мосгурсуд выносит решение, потом ты делаешь апелляцию, и другие судьи, но в рамках этого же самого Мосгурсуда, эту апелляцию рассматривают не совсем справедливо. Так вот, эту штуку перенесли в другое место. И сразу скажу, как я налажал. Вот, я приехал в Мосгурсуд, вместо того, чтобы приехать в первый кассационный суд. И об этом узнал по телефону от адвоката уже буквально, когда ждал его. Он опаздывал еще немножечко, там все было впритык. То есть я приехал, сегодня встал там на великолепном сидячем поезде, который отправляется в 4.30 из Белгорода. Едет быстро, прибывает в 12. Потом замечательно приехал на место кафешки «Друзья». Там повстречал друзей, повстречал арктонца, и потом потянулся Беллер. Вам, наверное, оба эти товарища известны. И мы спокойно там общаемся, попили кофе, пообсуждали новости. Вот, я так не торопясь, уже за полчаса до начала пошел в Мосгурсуд. Вот. И, к сожалению, немножко опоздал на заседание. Потому что первый апелляционный находится в 50 минутах езды беспробочной. Слава богу, пробок не было. От Мосгурсуда. Но судьи тоже опоздали. И я приехал как раз в тот момент, когда они еще не успели зачитать дело. То есть не успели зачитать кастационную жалобу. Более того, они выделили еще 15 минут для товарища из КХЛ. Для более подробного ознакомления с нашим отзывом на его жалобу. Вот. Поэтому я пришел, неловко, все смотрят, как в школе, блин, опоздал, извините. Вот. Ну, а что ж поделать? Привычка уже сформировалась в Мосгурсуд ездить. Вот. А, к сожалению, меня юристы тоже не предупредили, а я невнимательный. Вот. Нас защищал замечательный Андрей. Яндекс же в Германии. Поэтому делегировал ответственному человеку. Андрей смотрелся, как обычно, гораздо спокойнее, убедительнее, чем товарищи из КХЛ. КХЛ хотели что? Они накидали массу всего. Массу всего. Привязывались к пользовательскому соглашению нашему. То, что оно не нотари... И скриншот пользовательского соглашения не заверен нотариально на дату до подачи иска. То есть, по их логике, мы должны регулярно заверять нотариально скрины нашего пользовательского соглашения. Второй момент, к которому они придрались, это то, что... Ой, там было пунктов пять. Сейчас давайте я буду постепенно вспоминать. То, что нужно обязательно выискать, теперь этого Дениса Рябушкина, который запустил трансляцию в качестве третьего лица. Если вы помните, мы с этой инициативой сначала ходатайствовали в первой инстанции, нам отказали. И эта просьба дошла до Верховного суда. И там, кстати, в резолюции Верховного суда была информация о том, что привлечение этого лица к делу не имеет отношения. То есть, устанавливается наша вина или невиновность, соответственно. А третье лицо тут как бы просто для понимания, что есть человек, который запустил трансляцию, а не мы ее сами своими силами запустили. Вот. Они, соответственно, ходатайствовали и в суде первой инстанции, и в суде второй инстанции. Им отказали и там, и тут отказали. Проехали. Что еще было с их стороны? Что еще было? СМИ, не СМИ? Вопрос все еще нерешенный. Они считают, что все-таки мы не доказали, что пользовательские трансляции не относятся к редакционной деятельности. Что человек, который запустил трансляцию, мог как-то быть связан с редакцией сайта. Хотя мы давали справку, что этот товарищ у нас никогда не работал. Но, что администрация в принципе к пользовательским трансляциям не имеет отношения, ну, редакция занимается публикацией новостей, интервью, там, редактор, текстового материала. И что спутать эти два типа контента очень сложно. Что на странице у стримера есть там все его данные, его никнейм, в адресной строке четко написано, что это там ченнел и никнейм. Мы знаем, что всю информацию, которая находится на странице, определяет пользователь, он ее редактирует, он отвечает за наполнение этой страницы. А мы лишь реагируем тогда, когда нарушаются чьи-то права. Вот. И то, что мы не вмешиваемся в передачу видеопотока. То есть мы, он присылает нам видеопоток, мы его передаем. Мы не вносим изменения в него, мы не редактируем. Ну, и не имеем такой технической возможности, если мы говорим о каком-то прямом эфире. Вот. Но, тем не менее, много было разговоров на суде о том, что мы как СМИ, а на тот момент, когда был суд первые два года назад, мы действительно имели свидетельство о средствах массовой информации, которого впоследствии отказали, чтобы таких больше тем не было. Но это вы все знаете, если следили за процессом. Короче говоря, я текст их жалобы выложу. В той же самой новости выложу наш отзыв. Ну, только надо там затереть какую-то персональную информацию. Для того, чтобы юристы смогли... Ну, у нас же на сайте много юристов, правильно? Смогли изучить это все дело. Но эти материалы в любом случае, правда, с задержкой все равно появятся... Хотя нет. Их конституционную жалобу можно на сайте Мосгорсуда изучить уже сейчас. Ну, ладно. Неважно, короче. Вот. В целом... А, еще они привязывались к тому, что госпошлину мы... Они не должны... Ну, короче, мы должны заплатить госпошлину. Но вот в этом моменте вообще для меня темный лес. Я не понял, когда читал их претензию, не понял, когда читал наш отзыв. И я не понял, когда попросил на пальцах объяснить Андрея, что вообще, почему, почему, в чем смысл с этой госпошлиной. Почему Мосгорсуд сказал, что мы не должны платить, а он утверждает, что должны. Короче, забегая вперед, не буду больше грузить. Смысл в чем? Мы... Нам не вернут заплаченную госпошлину. 6 тысяч рублей, которую мы уже уплатили за вот процесс первый, кажется. В остальном все отказали. Все. То есть после этого нам должны вернуть деньги. Наш уплаченный штраф за нарушение. А, ну и, естественно, эмоциональная сторона. Адвокат стороны СЦА злой при злой. Просто злой при злой. Когда судьи вышли, он ознакомился с делом, он назвал нас бойскаутами, что-то еще там дерзил. Просто ух, щегол. Вот. Я спросил, сколько ему лет. И на этом разговор закончился. Он уже в присутствии судей довольно активно говорил, что вот это дело очень важное. И что, если вот в это оставить без внимания, то начнется хаос. Вот это вот его старая история. И... Ну, он прям очень волновался. Очень волновался, потому что, ну, накрывается схема зарабатывания средств. Помните, у них же порядка трех десятков дел, выигранных на Мосгорсуде. То есть они подавали эти иски на протяжении там нескольких лет. Уже сформированный... Ну, на госпошлины. Спасибо большое. Вот. И тут как бы появляются ребята, которым выписывают маленький, по их меркам, штраф. Нам реально выдали самую минималку. Учитывая то, что мы среагировали за 9 минут. Судья, вот эта вот Батулина, ну, которая самая первая нас рассматривала 2 года назад. Сразу нам сказали, она меньше 500. Штрафы не выписывает. Нам выписали 300. Шутка про такториста. Вот. Но, как бы мы же, ребята принципиальные, у нас за это самое, за плечами комьюнити дикая. Оказывается, ну, просто вот Яндекс оставился настолько четко и грамотно, что мы вот до сих пор на вот этой вот легосе Яндекс, Яндековской. Он уже там в Германии, он уже там к Соколу два раза съездил. Он уже там пьет баварское пиво, наверняка, и на немецком разговаривает фривольно. Ну, вот то, что он очень правильно сформировал вот это вот дело первичное, которое вот 2 года назад, и которое вот тянется к нему, постоянно обращаются. А есть ли у вас это? А есть ли у вас то? А были ли эти данные в деле? Там статистика из Яндекса, например, спрашивали. А, в деле, кстати, на этом они вновь запросили с Роскомнадзора акты мониторинга. И по актам мониторинга он был против приобщения актов, потому что они типа на данный момент, вот. А мы, ну, мы вообще не знали, что это инициатива суда была такая. Вот, ну, в актах мониторинга всегда было, что нарушений нет, потому что они там срабатывают через там несколько дней. Суд запрашивает, а канал уже удален, в общем, ничего там нет. Вот, и тут эти пацаны с комьюнити за 300 тысяч до Верховного суда с жалобами, с апелляциями, с касациями. И вернем сейчас деньги просто. И не просто вернем деньги, еще такую практику можем. Ну, у нас непрецедентное право, но реально он сам говорил о том, что вот уже ссылаются на это дело средства массовой информации, у которых есть пользовательский контент. И они, ну, ну, мы не защищены, как правообладатели, говорит он. Вот, поэтому... Ой, там еще засаппортили на кофе. Спасибо большое. С победой горжистищины судом. Я после первого Мосгорсуда, вы помните, если следили за делом, у меня же совсем по-другому восприятие. Но последние три суда, три суда, вот начиная с того момента, когда жалобы на Верховный суд. Еще такая музыка играет, знаете, классная такая, прям боевая. После того, как приняли жалобу Верховный суд, вот уже пошли вины. Пошел вины в Верховном суде, каждое заседание их там было два, кажется. Пошли вины в Мосгорсуде, их там было три. Дело очень внимательно рассматривали. Сейчас в Кассации очень внимательно тоже. Мы там сидели часа, наверное, полтора. Все вопросы, все четенько. Внимательно-внимательно, все уже относится внимательно, показательно-внимательно к делу. И это очень приятно. Короче, мы с вами молодцы. Вначале было все очень плохо. Нас могли, как и твич, кстати. Давайте, для тех, кто в танке, судебные вот эти вот штуки, ну вот это вот доение некоторых правообладателей, которые хотят не просто пресечь, а очень хорошо заработать, они касаются всех площадок. Если вы посмотрите, да у нас было очень много людей. Вот. И одновременно иск... Чувак запустил трансляцию, он стримил на Twitch, он стримил на соцсети, он стримил на GG. На GG ему кто-то подсказал, адвокату. Кто-то у нас есть, кажется, из киберспорта кто-то подсказал ему, из руководства. Не знаю, чем мы им там насолили, тем не менее. Вот, просто они до нас не слышали о Good Game. Вообще, получилось, получилось очень классно. Ребята даже, они хотели просто доить Twitch, они хотели доить Google, там YouTube, постоянные иски идут. Они доили всякие хостинги. Короче, если вам будет интересно, посмотрите на Мосгурседе историю дел КХЛ Маркетинг. И там по именам сразу все увидите. Twitch, как вы помните, получил такой же иск на 10 лямов и откупился за 6 тысяч рублей на год. Ну, мы понимаем, что не 6 тысяч рублей, мы только можем догадываться, какие суммы. Нам предлагали сначала полтора миллиона заплатить, потом скинули до миллиона, торговались прямо перед входом в суд первой станции, говорили, что, ребята, вы не выиграете, посмотрите на статистику. Этот заботливый адвокат присылал мне имейлы с информацией о том, что, посмотри, ознакомься, Михаил, вот статистика, вот такие вот штрафы выписывают. Может быть, договоримся? Если вы выплатите в этом месяце, сумма составит всего лишь 1 миллион рублей. На самом деле давление очень жесткое было, потому что ты процесс не контролируешь, ты видишь реально данные, ты понимаешь, что по сравнению с этими у вас как бы ты не можешь контролировать шансы. Вот, я реально верил сначала, что у нас получится, но когда ты встаешь после первой инстанции и говорят, виновен, у тебя мир немножечко так переворачивается. И что хорошо, что плохо, кто прав, кто виноват, ты начинаешь уже по-другому, потому что тебе судья говорит, что ты как бы не очень. Вот. И этот пес прямо перед дверьми договаривался еще, там пытались еще скинуть, ну, на миллионе остановились, на миллионе. Вот. Короче, Твич заплатил. Я вот про что. И люди платят. Твич заплатил, им дали год, их не трогали. Понимаете? А через год Твичу прилетает новый иск сразу за нарушение. И все. И Твич уже такое хопа и начинает судиться, идти по нашему пути. А ирония в том, что как бы мы никого не трогали, мы среагировали очень быстро. И нас не должны были в принципе трогать за дело просто сплэшем. Понимаете? Какая-то какая-то не очень хороший человек сказал, что вот еще есть гудгейм, посмотрите, может у него там еще что есть. У нас действительно было, к сожалению. Мы забанили, но получается так, что в результате у них сейчас проблемы финансовые начнутся, потому что, ну, как бы схема-то ломается. Поэтому нормально, ребят. Штраф вернем. Мы с нашими товарищами в эти выходные, надеюсь, куда-нибудь выберемся, отметим это дело. И вот. Это коротко, друзья. Спасибо вам, потому что без комьюнити вообще нереально такие вещи разруливать. Если бы у нас не было просто самого разнопланового пласта, там кто-то советом помогал, кто-то прокурора привлек, чтобы он просто оценил с этот компетенцию, так скажем. Яндек нашелся. Капец, Яндек. Поклон просто. Поддержка комьюнити. Товарищи приходили на суд, еще сидели, махали руками. Молодцы, красавцы. Потому что реально это такая проблема, которую ты не можешь решить один. Просто не можешь. У тебя нет знаний, нет компетенции. И когда ты сталкиваешься с этим, ты такой все, что делать? 10 миллионов с половиной платим. Или торгуемся и каждый год выплачиваем поляму или сколько они там захотят. Пошли они к черту. Все. Справились. Молодцы. Так. Возвращаемся к спасению мира. Есть гораздо более важные вещи, чем вот эти вот упыри. Какая у нас задача? Собрать трофеи. 10-12 убить. Продолжение больше не будет от КХЛ. Продолжение может быть. Продолжение может быть, но нам для начала вернуть деньги. И они могут пойти также по инстанциям дальше. могут в кассационную жалобу подать. Потом могут пойти в Верховный суд. Но я уже отношусь к этому поспокойнее. Процесс уже пошел по хорошему направлению. К нам, по крайней мере, уже внимательно, внимательно пытаются разобраться, что сегодня был отличный момент, когда Андрей пытался этой женщине, которая где-то за 50, объяснить вообще эту вот тему со стримами. Она не могла понять, почему люди сидят у себя дома, играют в игры, и это кто-то смотрит. Серьезно. У него два захода было. Она пыталась, она реально пыталась понять, он пытался объяснить. Это не так просто, как выяснилось. Так, хорошо. Что у нас? Давай еще гранатометик возьмем. Еще магнитку какую-нибудь. И помещается Ниндзя. Ну и хрен с ним. У нас тут топовый отряд. Может быть, за десяточку что-нибудь приобретем. Тут головорез есть. Хочу за тридцаточку приобретем. Ютуб передает почти нечем Андрею. Привет, друзья, всем. Привет. Азмус говорит, вероятность файерезиста сработала бы. Да, да, друзья, на всякий случай, если вы думаете, что это как бы фигня, вероятность того, что вашу жалобу в Верховном суде возьмут полтора-два процента. Полтора-два процента. А так бы могло все закончиться. Так что кританули. Ну, зависит, конечно, еще от компетенции жалоб. Ну, то есть от грамотно созданной жалобы. Естественно. Сиджин, не-не-не, спасибо, не планирую. Мне бы с гудгеймом совладать. Крис Хунте говорит, здрасте, мы победили злобную КХЛ процентов на 80, я так скажу. То есть я сужу по таким, по косвенным признакам, потому что, ну, отменят решение, ну, в смысле, набернут средства, наконец. Я думаю, что это произойдет после первого слушания, но, оказывается, нужно было вот еще этот процесс дождаться. Ну, и, конечно же, внимание со стороны уже судов разных инстанций и поведение юриста КХЛовского, который такой уже, такой уже поджаренный уж. Приятно. Погнали.